Я очень люблю подтягивания, летучая мышь. Таня, привет! Не то чтобы это очень эффективно, но это смешно. Привет! Здравствуйте! Сегодня я мало поспал, следует провести день эффективно. Это, конечно же, спорт. Начнем, как обычно, с пробежки. Пробежка – это очень хорошо. Следующая цель – это оставаться подвижным. Во время тренировки вы также можете менять хват, делать шире или уже. Также я поднимаю еще ноги к животу, таким образом тренирую одновременно мышцы пресса. Цель вообще тренировки – как можно более быстро все сделать. Это нагружает хорошо сердечно-сосудистую. И позволяет хорошенько раздражить мышцы, чтобы они росли. Или хотя бы, чтобы жир нес на них. Когда мое тело отдыхает от подтягиваний, я делаю отжимания. И отжимания на кулаках я чередую с отжиманиями на ладошках. После отжиманий в круг входит упражнение для… Вообще, это могут быть любые упражнения. Я делаю упражнения на приседания. Я делаю следующее упражнение. Ну и также приседания. Потом упражнение корпуса. Мама! Дальше по округу подтягиваний. Таким образом вы можете за 20 минут так хорошо себя проработать, что у вас просто ни на что не останется сил. И заканчивая, как правило, если уже не остается сил на отжимание, упражнением подтягиваний. Вот, вверху. Это больше еще… Либо же поднять вот так в каждую меру своих спортивных… Я полон энергии сел прожить эффективно этот день. Каждый, кто занимается спортом, должен поставить цель какую-то. Для чего он это делает? Чтобы зря не тратить свое время, средства и так далее, энергию. Может быть, заняться чем-то другим более… До свидания! До свидания!